Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Наталья. Сегодня я хочу вас пригласить на велопрогулку. Сейчас у меня настроение перечитывать романы Дафны Дюмарье, поэтому я беру на прогулку именно этот том. В этом видео я расскажу вам о трех романах, вошедших в этот сборник. Недавно установилась теплая майская погода. Все цветет, птицы поют, так и манит выехать на природу. Субтитры создавал DimaTorzok Моё путешествие снято вполне реалистично. Местами дорога окажется столь грязной и размытой, что мне придется не раз идти пешком. Субтитры создавал DimaTorzok Здесь неожиданно оказались грязь и лужи, а тоннель под насыпью затоплен. Поэтому мне пришлось менять маршрут и пересекать железнодорожную линию в ином месте менее удобным. Итак, мы уже у цели нашего путешествия. Сейчас найдем, где присесть, и я расскажу вам об одном из своих самых любимых авторов. От романов Дафны Дюмарье веет духом авантюризма. Это те книги, от которых не оторвешься, пока не дочитаешь до конца. Роман Дафны Дюмарье «Трактир Ямайка» сделала ее по-настоящему популярной. Действие происходит в 1835 году. Яркая, сильная духом и независимая девушка Мэри вынуждена жить у своих родственников, хозяев таверны, расположенной довольно изолированно. Вся жизнь ее родных окружена какими-то ужасными тайнами. Не буду пересказывать сюжет, но те, кто любит атмосферу готических романов, обязательно оценят по достоинству это произведение. Следующий роман «Моя кузина Рэйчел». В нем Дафна Дюмарье изобразила женщину, характер которой навсегда останется загадкой. В этом романе готика и пастераль сменяют друг друга, погружая читателей в идеально сбалансированное повествование. Даже когда ничего не происходит и дни плавно сменяют друг друга, не покидает ощущение неизбежной трагедии, которая преследует героев и вот-вот обрушится на них. Автор поместила пугающие образы и тревожное состояние в уютную загородную обыденность, наполненную цветами и солнцем. Из-за этого контраста происходящее держит в еще большем напряжении. Именно этот роман я сейчас и перечитываю. И последний роман из моего сборника «Козел отпущения». Главные герои романа – Жан и Джон. Их имена созвучны, но не только это сближает графа из Франции и скромного учителя из Англии. Они так похожи, что родная мать не сможет отличить. Но это только внешнее сходство. Жан Деге – владелец стекольной фабрики, хозяин замка, муж и отец, сын и брат, любовник, да и вообще довольно неприятная личность. Джон – скромный учитель. Живет один в лондонской квартире, иногда бывает во Франции. Он находит свое существование весьма жалким, да и себя считает полным ничтожеством. Хитрому и алчному графу Жан Деге приходит в голову мысли поменяться местами с Джоном, таким одиноким и свободным от любых обязательств. И теперь перед нами Джон – молодой граф и отец семейства. Как он справится с делами и чем закончится эта история, вы узнаете из этого романа. В общем, сюжет интереснейший, очень рекомендую. Теперь мы прогуляемся у небольшого озерца. Здесь уже появились первые купающиеся. А теперь поедем слушать соловья. Субтитры создавал DimaTorzok На этом я сегодня закончу свое видео. Оставляйте свои комментарии и подписывайтесь на мой канал. Приятного вам чтения и до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok